Как вам такая идея, друзья? Невероятно вкусный, ароматный, сочный, сытный ужин за 15-20 минут. Ну как возможно отказать себе в таком удовольствии? А еще я подготовила в этом выпуске для вас небольшой лайфхак, как вкусно приготовить манную кашу. Никто не может устоять перед этим, как облачко легким воздушным десертом, я бы даже сказала так. Поэтому полетели в этот выпуск, я очень рада вас всех приветствовать. Когда мой сын был совсем маленький, он часто просил меня сварить манную кашу, но, к сожалению, она у меня совсем не удавалась. Было много проб и ошибок, но в конце концов я нашла идеальный лайфхак для того, чтобы моя каша получалась невероятно вкусной. Ну и, конечно же, манную кашу я варю на молочке. Иногда добавляю водички, чтобы было полегче, но молоко это обязательная программа. Также добавляю сахар, обязательно щепоточку соли и ванильного сахара, также щепоточку, ложечку, стручок, кому как больше нравится. Вкус ванили придает каше особенный шарм, поверьте мне, попробуйте, это потрясающе вкусно. Как видите, молочко у меня закипело, и теперь я ввожу кашу в молоко. Обязательно использую венчик, потому что именно в этом случае в вашей каше не будет комочков. А сливочное масло только дополнит и раскроет вкус вашей каши. А теперь самое интересное, друзья, для того, чтобы каша получилась воздушной, Взбиваем ее миксером, так же, как взбиваем мусс, она насыщается кислородом, получается очень легкой, нежной, воздушной, пузырьки так и лопаются прямо у вас во рту. Во время взбивания каша немного остынет. Между прочим, таким образом я и открыла для себя этот чудесный лайфхак. Мне просто захотелось миксером поскорей остудить кашу, для того, чтобы ребенок просто не обжегся. А теперь, как видите, именно этот лайфхак прижился у нас на кухне на веки вечные. Дети просят манную кашу и едят ее с удовольствием. Ну и как обычно, мы любим накрывать красивые столы, поэтому сегодня у нас в программе арбузик, каша. И также к каше я подаю обязательно клубничная вареница. Моя мама просто перемалывает клубничку с небольшим добавлением сахара и замораживает, поэтому к такой каше прекрасно импонирует. Дети любят и с удовольствием по утрам наслаждаются. Ну а если спросить у меня, то я предпочитаю такую кашу со свежими ягодками. Малинка, черничка, ежевика. Ой, это потрясающе вкусно. По десятибалльной шкале сколько баллов даешь? Тысячу. Ха-ха-ха, спасибо. Генеально простой лайфхак, но такой полезный обязательно пробуйте. Именно по такому принципу, если сделать кашу, ее остудить, а потом доски сельком, ой, поверьте мне, сноркосшибательный эффект обеспечен. А сейчас у нас среда, и мы с Евой быстренько летим кормить ее обедом. Заказ поступил на спагетти. Сегодня готовы... Поехали в магазин. Да, в магазин. А кушай на конфетку? Куплю. Сегодня рецептик десяти минуточка. Гениально простой, гениально вкусный. Ну кто не любит, к примеру, картошку или макароны, или гречку с тушенкой? Вот это примерно то же самое, только в таком итальянском стиле. Чуть-чуть заверну я, конечно, там всякие прибамбули, но тем не менее, время мне это не добавляют. Полетели готовить, потому что этот рецепт возьмите для себя на заменочку, я уверена. Первым делом на плиту отправляем разогреваться воду. Она нам потребуется для того, чтобы отварить спагетти. Следом разогреваю сковородочку, туда же отправляю небольшое количество оливкового масла и кусочек сливочного масла. Также в приготовлении нам потребуется цукини или кабачок, немного свежего базилика и зубчик чеснока. Напомню, что все необходимые ингредиенты вы, как всегда, найдете в описании к этому видео. Чесночок я отправляю поджариваться на сковородочку буквально с двух сторон по минуточке, после чего его удалим. Нам необходимо насытить ароматом чеснока наше масло. Теперь длинной соломкой нарезаю цукини. Кстати, для тех, кто сидит на правильном питании, совершенно не обязательно использовать в этом рецепте сами спагетти, вполне можно обойтись исключительно соломкой цукини. Теперь в главных ролях выступает консервированный тунец. Хотите в масле, хотите в собственном соку. Абсолютно неважно, сливаем жидкость, таким образом просто подготовим и отставим в сторону. А свой цукини я отправляю в сковороду. Мне необходимо припустить его в ароматном масле буквально одну минуточку на умеренном огне. Не советую передерживать, друзья. Очень хотелось бы, чтобы цукини остался в состоянии аль денте, что называется, на зубок. И в то же время я уже отправляю отвариваться наши спагетти. Последнее, что осталось сделать, это подготовить базилик. Я его меленько-меленько нарезаю. Абсолютно точно, не только своей яркостью, но и ароматом он украсит наше блюдо. Базилик я отправляю в сковородочку к цукини. Плита у меня выключена и сковородочка стоит просто на теплой комфорочке. Сейчас туда же я отправляю тунец. Все хорошенько перемешиваю и добавляю несколько половничков небольших бульона от спагетти. Этого можно не делать, но я бы все-таки настоятельно советовала, потому что таким образом наше блюдо получится очень-очень сочным. И заключительный аккорд, друзья. Мы сливаем наши спагетти и отправляем их в сковородочку. Все хорошенько перемешиваем. Пускай наше невероятно вкусное блюдо обменяется ароматами, подружится, поженится, если можно так сказать. И посмотрите, какое прекрасное блюдо, красивое, яркое получилось. Сногсшибательные ароматы стоят, конечно же, на весь дом. А нам осталось всего лишь сервировать всю эту красоту. И будем звать эксперта пробовать наше блюдо. Дойч, тебе убрать или оставить? Оставить. Ага. Сыр положить тебе еще сверху? Нет. Ну, на любителя. Ева, у меня сыр не очень. А вообще хорошо положить твердые сорта сыра, сверху потереть, и будет прекрасно. У меня тертый сыр, к примеру. Знаю, что Максюша придет и будет с удовольствием кушать. Ну-ка, Ева, а в этот раз по 10-ти балльной шкале какой бал? Стол. А, то есть, все-таки кашка была на завтрак лучше. Там же ты тысячу поставила, по-моему. Тысячу тоже. Вот это мой брак, или подарок. Ясно. В общем, мама сегодня заслужила 2000 баллов. Картина маслом ест ребенок. Таким был этот выпуск, друзья. Бегом, бегом. Без 5, 5, 5.30 уже трения. В общем, все успели. И действительно, у меня ушло на приготовление максимум 20 минут. Ну, это пока вода нагрелась, пока то, пока сё, пока все помог. В общем, гениально и просто. Обязательно пробуйте. Я была рада для вас стараться. Совсем скоро увидимся. Я вас очень люблю. Целую. Я рада также приветствовать всех, кто на нас подписывает. Нас становится. Вас и нас становится. Все больше и больше. Люблю. Я целую и пока. Скоро увидимся.